Наградить Виталия Борисовича Мордвинова, тренера школы самбо имени Репина. Виталий Борисович уже 27 лет тренирует молодых спортсменов школы самбо. Он был одним из первых учеников заслуженного тренера России Виктора Репина, основавшего школу в 1968 году. Сегодня ей уже 55 лет. С ним было тяжело, потому что он очень требовательный был, жесткий тренер. Но его все уважали, даже те, которые бросали, он выгонял. И все равно его уважали, потому что они понимали, что из-за дела. Кто-то возвращался, кто-то нет, но возвращались уже другими людьми. В Краевом дворце творчества детей и молодежи ко дню памяти Виктора Репина чествовали ветеранов этого вида спорта и первых выпускников школы. Когда он работал в нашей школе, выпустил 42 мастера спорта. И эти мастера представляли Алтайский край на России, в Советском Союзе очень много победителей. Поэтому, в общем, это гордость наша. Некоторые из выпускников Виктора Репина продолжили карьеру в качестве наставников для молодых самбистов. Перешли из соревнований с другими спортсменами в борьбу за воспитание нового поколения. Бороться легче, воспитывать гораздо тяжелее. Там много факторов, которые ты сначала, ну, как спортсмен, ты их не касался. Это работа и с детьми, и с родителями, и с другими, и с администрацией, и с коллегами, и с судьями на соревнованиях. Тренерская деятельность сложнее, чем спортивная. Самбисты получили благодарности и от физкультурно-спортивного общества «Динамо», с которым школа также сотрудничает много лет. Тренерский состав очень много раз помогал вам в проведении соревнований по самбо, которые входят у нас в ежегодную спартакиаду по служебно-прикладным видам спорта. Огромное спасибо вам! Крепкого вам здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Самбо создали в начале 20 века советские военные, как боевое искусство. А сегодня это уже популярный вид спорта. Не изменился главный принцип – самооборона без оружия. Дарья Ирошина, Андрей Печоркин. День с толком.